Всем привет! Меня зовут Алексей Архипенко. Сегодня я покажу пример использования двух новых библиотек. Это Валторна производства Sample Modeling и Перкуссия производства компании Project Sam. Трек называется «Один день на красной планете» или «One day on the red planet». Только что вы слышали выдержку из него. И как обычно, полностью трек можно послушать по ссылке под видео или на моем сайте, который указан на слайде. И на сайте можно скачать ноты, миди и дополнительную всякую информацию посмотреть. Трек написан в таком классическом стиле. Как обычно, сначала написан в Сибеллюсе полностью с динамикой, с всеми артикуляциями. Затем выэкспортирован в миди, импортирован в Cubase. И там же все настроено. Ну, конечно, динамик, в принципе, экспортируется в виде миди-велости, а в современных инструментах динамик управляется с помощью continuous control, поэтому много ручной работы, но при этом работая в нотах, проще анализировать гармонию конечную и так далее. Так, ну вот так выглядит проект Cubase. Здесь шесть валторн и отдельные дорожки миди для литавр, малого барабана, большого барабана и тарелок. Ну, в отличие от других проектов, здесь все эти дорожки приходят на два контакта. То есть это мультиинструменты. В одном контакте собраны все валторны, разделенные по миди-каналам, а в другом контакте собрана вся, собственно говоря, имперкуссия, тоже разделенная по миди-каналам. При этом каналы валторны определяются в Cubase, то есть независимо от того, какие каналы там внутри, каналы указываются здесь и, соответственно, уходят на соответствующие инструменты в мультиинструменте контакта. А в литаврах вообще во всей перкуссии каналы в Cubase не указываются и они уже настраиваются в самих миди-треках. То есть, например, здесь первый канал, здесь может быть, например, два канала используются разных там и так далее. Вот поэтому, когда вы будете смотреть, в валторнах могут быть разные каналы, здесь какие-то используются, но в конечном итоге все это приходит на один и тот же канал, просто это связано с тем, что в какой-то момент у меня эта валторна уходила на один канал, потом на другой и так далее. В двух словах расскажу об использованных инструментах. Это валторна компания Sample Modeling, так же, как и все инструменты медные Sample Modeling. Она сделана для контакта и она не фактически детально сэмплированная, а она алгоритмически моделированная. То есть, здесь сэмплов не так много, размер инструмента достаточно большой, огромного количества всяких легатных переходов и артикуляций не записано, а они все моделируются с помощью математики, то есть, с помощью изменения как-то звуковой волны. При этом в инструменте традиционно много настроек, влияющих, собственно говоря, на вот этот процесс моделирования. Например, здесь можно управлять вибрато достаточно гибко, управляя интенсивностью и частотой. Есть возможность фактически управлять envelope, то есть, скоростью нарастания динамики, скоростью снижения динамики. Есть эффекты грола, фрулата или flutter tongue здесь называется, и такого треска бас. Еще интересная особенность инструмента в том, что он был записан в безэховой камере, и поэтому сам он не содержит вообще никаких практически отражений звуковых, но на самом деле это делает его звучание не очень натуральным. Чтобы сделать его натуральным после этого, здесь добавляется такое начальное отражение, и можно контролировать фактически вот такой небольшой эффект реверберационный здесь. Изначально он настроен на такой стандартный уровень, который создает эффект, похожий на запись на близкие микрофоны в других библиотеках. На следующей вкладке можно контролировать разные параметры моделирования, связанные с частотой и с transition flutter, то есть это переходные всякие процессы, когда между нотами, например, мы слышим такой небольшой flutter, небольшое такое фрулата. Покажу пример. Например, если взять 11 канал. Вообще без flutter звучит так. С максимальным flutter так. То есть такой небольшой треск в переходе между нотами, ну, он добавляет вообще реалистичности, но если этот треск постоянно вот такой достаточно интенсивный, то это будет нереалистично. Поэтому, в принципе, в некоторых случаях можно вот этот параметр на самом деле менять. Ну, вот или можно даже построить синусоиду с постоянным изменением этого параметра для того, чтобы все транзишны, переходы были немного такие уникальные как бы по звучанию. Следующее это время портамента. Вот. И при этом, как обычно, у Sample Modeling можно определять, какое влияние больше будет оказано на скорость такого легатного перехода. Либо MIDI Velocity, либо вот этим Continuous Control 5 на отдельной вкладке. Можно выбирать. Либо это будет в основном контроль Velocity, то есть по умолчанию это 100% управление через MIDI Velocity, либо частично это будет управляться, например, через Continuous Control 5. Но, на самом деле, для настройки именно в секвенсоре, вот так как я работаю, как я настраиваю отдельный MIDI нот с помощью мышки, для этого удобнее работать именно с MIDI Velocity. Потому что не появляется дополнительных Continuous Control. Так, ну, дальше есть возможность использования различных заглушек, то есть таких сурдин, фактически, которые вставляются в Rastrope Valthorne. Вот здесь я использую некоторые из них, но в основном это даже не сурдины, а такое небольшое изменение звука, то есть какой-то резонанс. Вот, а так вообще есть достаточно такие интересные звуки. Сейчас покажу. Вот такие сурдины. Дальше традиционное управление различными изменениями частоты. Во-первых, это изменение частоты с динамикой, то есть чем громче звук, тем фактически будет выше частота звука, то есть фактически такой дитюнинг небольшой при игре громких звуков. И второе, это дитюн такой рандомный, фактически, когда инструмент немного не попадает в ноту. На самом деле это управление рандомным таким дитюном, оно работает именно так, как обычно это выглядит у реального инструмента. То есть обычно музыкант, если не попадает в ноту, то это происходит обычно в начале ноты. Затем, пока он эту ноту играет, если она достаточно длинная, то он постепенно в ноту попадает, потому что он чувствует, что ему нужно играть чуть выше или чуть ниже в соответствии с теми, кто его окружает и так далее, в соответствии с своим слухом. Соответственно, вот это вот управление, оно позволяет как раз и воссоздать такой эффект. Чем больше мы увеличим этот continuous control, тем больше начало ноты не будет попадать в нужную частоту. Дальше есть несколько управлений транспозиций, микротюнингом, управлением различными контроллерами. То есть это устройства такие, которые можно брать в рот фактически и дуть в них, таким образом управляя какими-то continuous контроллами. Вот на самом деле с помощью них можно добиться очень интересных результатов, таких реалистичных. Фактически для этого нужна клавиатура MIDI и такой контроллер. Можете посмотреть в YouTube, как это выглядит. Результат очень интересный. Так, ну это я рассказал про первую библиотеку. Теперь вернемся к перкуссии. Для перкуссии используется библиотека TrueStrike, компании Project Sam. Вообще, эта компания известна своими библиотеками Symphobia, Orchestra Essentials. Эти библиотеки, они больше нацелены на быстрое получение симфонического звука без детальной настройки каждого отдельного инструмента. И в принципе, в этих библиотеках TrueStrike перкуссионных тоже прослеживается немного такая направленность, но эти библиотеки все содержат отдельный сэмпл для всех отдельных инструментов. И в принципе, я считаю, что можно считать, что они подходят для любой задачи. То есть, и для задачи, когда мы хотим использовать такой более эпический звук, соединяя сразу какие-то записанные инструменты, и нам в принципе не важно, какие там конкретные инструменты даже звучат. То есть, такие хиты какие-то, допустим, для фильмов. И для случаев, когда мы хотим настраивать детально каждый перкуссионный инструмент, потому что здесь в принципе управления достаточно много. инструментов много. Вообще, библиотека – это достаточно старая. То есть, она изначально появилась в 2005 году, через год или несколько лет после Эст Вест Симфоник Оркестра. И в целом она повторяет принципы этих первых библиотек. В ней тоже есть три микрофона – ближний, средний и дальний. То есть, это в принципе очень похоже на Эст Вест Симфоник Оркестра. Так же, как и в этой библиотеке Эст Вест, здесь отдельные микрофоны загружаются отдельно и загружаются в отдельные… могут загружаться на отдельные вкладки, например, в ВКонтакте, на те же самые каналы. Можете подробно посмотреть мои лекции по оркестру виртуальному. Я там подробно описываю, как это делается. Но в целом здесь я загружаю одни и те же фактические инструменты на один и тот же канал в разные вкладки. Единственное отличие в том, что здесь загружаются разные микрофоны. То есть, это микрофон Stage, то есть, среднего поля, а это микрофон Fa, то есть, дальнего поля. Ну и дальше я синхронизирую еще на самом деле динамику для того, чтобы, если я понизил, например, какой-то микрофон, чтобы во втором микрофоне этот инструмент тоже понизился. То есть, смысл здесь в том, что я, например, отдаляю инструмент или заглушаю его и хочу, чтобы он фактически заглушался во всех микрофонах. Хотя, конечно, если менять отдельно динамику в каждом отдельном микрофоне, то можно добиться более сложных эффектов, например, отдаление какого-то микрофона и так далее. Но более стандартный подход – это такое параллельное изменение этих микрофонов. Ну, что касается панорамы, здесь панорама уже записана в эти микрофоны. То есть, уже инструменты, распределенные по сцене, уже так и записаны этими микрофонами. То есть, фактически они уже содержат стереопанораму записанную. Вот, если же брать центральные микрофоны, которые я не использую в этом проекте, то их можно, в принципе, панорамировать, перемещать, например, или они будут содержать уже изначально панораму, соответствующую микрофонам стейдж и фар. Вот, возвращаясь к описанию библиотеки, вообще она стоит из двух частей. Это первая часть, собственно говоря, оркестровая перкуссия, и вторая часть, более нацеленная на вот такие эпические какие-то хиты и на этническую перкуссию. Вот, я в этом проекте использую только оркестровую, то, что мне, в принципе, другая здесь была не нужна. Вот, ну, если говорить о сравнении этой библиотеки с другими перкуссионами, вот у меня есть такая небольшая таблица, которую я более подробно описываю в своих видео о сравнении разных библиотек. Вот, можно сказать, что здесь интересно, что есть записи не только отдельных инструментов, но есть записи уже готовых ансамблей. То, что я говорил в начале, три разных микрофона, один ближний, два средний и дальний. Достаточно хороший динамический диапазон. При этом и с помощью MIDI velocity можно добиться достаточно тихих ударов, например, Litavar, и с помощью continuous control можно в динамик-кроссфейдовых сэмплах добиться такого, ну, значительного затухания роллов и тремола. перкуссионных. Ну, динамических слоев здесь достаточное количество, в принципе. Шесть штук. По раунд-робинам на самом деле не так много. Например, для Litavar только два раунд-робина, для малого барабана, например, больше шесть. Ну, здесь надо учитывать, конечно, что это раунд-робин для конкретного удара. Например, левой рукой шесть раунд-робинов, правой рукой там шесть раунд-робинов, да. Вот есть некоторые эффекты, уже записанные. Например, какие-то длинные роллы с... как бы с таким специфическим отпечатком. Есть эффекты на Litavar, когда меняется частота во время игры роллов и так далее. Что касается крещендозаписанных, то они есть, так же, как и есть возможность кроссфейда обычных тремола, с помощью чего можно тоже добиться эффекта крещендо. Но, конечно, лучше иметь готовые записанные крещендо, потому что это звучит более реалистично. И в этой библиотеке есть несколько разных вариантов, три длительности и разные крещендо-деминоэды. Для Litavar здесь есть длинные и короткие удары, но длина удара здесь не регулируется, как, например, в последних самых современных библиотеках, когда можно вообще контролировать, в каком месте музыкант будет заглушать Litavar. То есть здесь у вас есть либо длинный удар какой-то по Litavar, когда музыкант почти не глушит ее или вообще не глушит, и короткий удар, когда музыкант глушит ее где-то через секунду или быстрее. Ну и тремоло есть без определенного темпа, то есть обычные тремоло на инструментах. Вот вообще, несмотря на то, что библиотека достаточно, в общем-то, старая, то есть сделана достаточно давно, она была переиздана в 2010 году для контакта, потому что, в целом, ее возможностей хватает. У нее достаточно хороший звук, есть вот какие-то эффекты, и, на самом деле, я считаю, что она очень хорошо дополняет иствист сифоник оркестра, потому что подход у нее практически точно такой же, ничего дополнительно особенно изучать не нужно, а вот возможности у нее здесь, получается, побольше будет. Так, ну я вообще использую вот только Litavar и малый барабан, большой барабан и тарелки, но, конечно, здесь много разных других есть инструментов, они отсортированы по группам. Litavar понятно, есть, кстати, готовые киты, то есть это ограниченный набор каких-то сэмплов, ну, каких-то артикуляций, какого-то ограниченного набора перкуссий, но подобранного таким образом, чтобы было все самое необходимое. Ну, я такой не использую, потому что обычно в таких наборах артикуляций меньше, там меньше кисвичей, там и так далее. Вот кроме стандартных барабанов есть здесь филд-драм, бонги-конги, вот, кстати, ансамбль малых барабанов, тимбалис, том-томы, роту-томы, есть какие-то фразы уже записанные на томах, кстати. Вот разные тарелки и гонги, там-тамы, есть малая перкуссия, это всякие колокольчики, тамбурины, треугольники, деревянная перкуссия, темпл-блоки, вуд-блоки. Потом есть всякие популярные еще хиты такие, то есть перкуссия с помощью тела, ну, то есть это какие-то там хлопки и прочее. Всякие металлические звуки, тайские гонги. Вот, ну и, конечно, есть мелодическая перкуссия, это челеста, кроталис, глукеншпиль, маримба, трубчатые колокольчики, вибрафон, аксилофон. Вот, повторюсь, это только первая часть библиотеки, то есть только оркестровая перкуссия, ну, плюс какие-то элементы этнические там, да, латиноамериканские. Так, теперь пройдем, собственно, к произведению, как оно настроено. Начнем с ValTorn. Здесь у меня 6 ValTorn. И, значит, интересная особенность вот инструментов sample modeling заключается в том, что вы получаете сразу несколько инструментов для того, чтобы можно было создать достаточно реалистичный ансамбль, когда, например, инструменты звучат одинаково. То есть, когда у них, например, ноты одни и те же, или когда, значит, одна и та же нота и одна и та же динамика. Вот. Ну, пойдем последовательно. То есть, сначала у меня идет сольная часть, на самом деле, в этом произведении. И здесь, в принципе, никакого взаимодействия инструментов вообще нет. Звучит здесь, соответственно, одна ValTorn. Затем появляется место, где 4 ValTorn исполняют одну и ту же мелодию. Ну, в данном случае я настроил их таким образом, чтобы у каждой ValTorn фактически была немножко разная динамика. То есть, в каждый момент времени выходит на первый план фактически одна или другая ValTorn. Но есть также места, где динамика практически не меняется. Например, здесь. Все 6 ValTorn играют одну и ту же мелодию. И динамика достаточно у них похожая. То есть, фактически, здесь, на самом деле, два голоса. Каждый голос играют три ValTorn. Вот, в данном случае. Ну, единственное, что я тут применил по разнообразию, я тут добавил какие-то небольшие изменения по звуку с помощью добавления резонансов в некоторых из этих инструментов. Вот здесь включаются эти резонансы на некоторых из инструментов. На сотом continuous control. Но основное здесь, что дает, собственно, такое большое звучание без фазирования и всяких других артефактов, это как раз то, что все эти инструменты изначально подготовлены компанией Sample Modeling для того, чтобы они могли звучать, играя одну и ту же партию нормально. Ну, делается это, во-первых, с помощью разного панорамирования. То есть, разные инструменты переводятся сразу в разные направления. И, во-вторых, с помощью изменения характеристик инструментов. Например, с помощью разных импульс-респонсов на early reflections параметре. То есть, если этот параметр не отключать, то каждый из этих четырех инструментов, которые поставляются в комплекте, будет иметь немножко такое своеобразное звучание. Ну, и также есть, на самом деле, не только четыре отдельных инструмента, но также есть еще четыре инструмента, прямо подготовленных для унисонного ансамбля. То есть, в них как раз количество отличий максимальное. У меня тут загружены вообще все инструменты, которые есть в комплекте, но используются только вот эти унисонные инструменты и два инструмента не унисонных. В конечном итоге, благодаря тому, что разные инструменты, разные, точнее, треки, миди отправляются на разные инструменты, которые подготовлены к унисонному звучанию, у нас получается такое звучание масштабное. То есть, оно не сливается в один инструмент и не фазирует. Так, мы теперь пройдемся подробно по инструменту, посмотрим, как он настроен. Значит, видно, что в основном у меня используется динамика. Это Continuous Control 11. Кроме динамики, в некоторых местах я добавляю вибрато. Здесь вибрато добавляется параллельно с частотой, увеличивается динамика вибрато, интенсивность. Ну так, на самом деле, вибрато звучит не супер реалистично, как сказать. То есть, так, конечно, можно сыграть, но обычно так не играют. Но в ансамбле, когда у меня играет одновременно, например, четыре или шесть инструментов, то оно звучит очень неплохо. Потому что часть инструментов играет с вибрато, часть без вибрато. Кроме того, в некоторых местах у меня используется добавление гроула. Тут, в принципе, все три эффекта добавляются. Это гроул, треск, бас и фрулата. Для того, чтобы создать более такой грязный звук, эффект того, что музыкант играет максимально громко. То есть, когда он играет так громко, что звук уже начинает искажаться. Ну и, конечно, есть управление MIDI Velocity, которое контролирует в этой библиотеке, так же, как и в большинстве других, два параметра. Это силу атаки, если это новая нота, например, как здесь. И скорость перехода легатного, в случае, если это вторая нота. То есть, маленькое значение соответствует медленному переходу. Так, теперь я хочу рассказать немного про динамику фраз. То есть, каким образом вообще я выстраиваю динамику фраз. Ну, надо сказать, что когда я это делаю, я понимаю, что существует определенная классификация динамик и выбираю какой-то подходящий, один из подходящих вариантов каждый раз для фразы. Ну, во-первых, это нужно понять, насколько фраза сама будет громкой, тихой, будет ли динамика иметь большую амплитуду, как здесь, например, или будет иметь маленькую амплитуду? Может быть, вообще будет динамика постоянной, да? Будет ли у фразы, например, какое-то общее крещендо или общее диминуэндо? Например, вот эта фраза в целом является крещендо, то есть, она возрастает, а эта фраза в целом диминуэндо, то есть, она в целом имеет характер затухания. Следующая же фраза, например, она ровная, то есть, у нее, в принципе, есть небольшие какие-то крещендо-диминуэндо в начале и в конце, но в целом сама фраза, она звучит достаточно ровно. Вот также есть стандартные какие-то схемы, то есть, это просто колоколообразная фраза такая, может быть, с какими-то дополнительными изменениями в середине или фразы, состоящие из двух колоколов. То есть, это вот такие стандартные подходы. Вот, здесь же, например, у меня используется раскручивающаяся динамика, то есть, динамика может быть скручивающейся, раскручивающейся, в зависимости от того, амплитуда динамики постепенно увеличивается или снижается. Вот здесь пример фразы с общим характером крещендо, но с снижением динамики в середине. Тоже, в принципе, достаточно такой стандартный вариант обратного колокола. Вот, после того, как с общей динамикой фразы мы определились, нужно определиться с началом фразы. Начало может быть либо плавным, очень медленно нарастающим, как здесь, либо нарастание может быть более быстрым, ну, как, например, здесь, либо фраза может изначально начинаться с достаточно громких звуков, то есть, быть достаточно резкой, ну, как, например, здесь, или, например, здесь, или здесь, но здесь все равно какое-то крещендо такое присутствует. Вообще, конечно, самая стандартная характеристика фразы – это вот такой колоколообразный вариант, и, в принципе, в большинстве фраз, если они тянут на какое-то такое классическое содержание, то в большинстве фраз обычно применяется колокол или какая-то вариация колокола. Вот. Также характерно, если нота длинная, она будет как-то раздуваться. Когда нота длинная заканчивается, обычно динамика немного снижается. Но не всегда, опять же, да? То есть, это зависит тоже от музыки. Вот. Сначала фразы определились. Теперь нужно подумать про середину. Середина фразы, ну, должна зависеть от каких-то других фраз. То есть, если другие инструменты здесь звучат, то надо подумать, как мы хотим синхронизировать звучание или не синхронизировать звучание с другими инструментами. Ну, в данном случае, например, здесь я использую такой комплексный подход. У меня звучат четыре инструмента одновременно, волторн, которые играют, на самом деле, одну и ту же мелодию. То есть, это такой вырожденный вариант. Но этот подход, ну, подходит и для других вариантов. То есть, сейчас мы посмотрим. Что я делаю? Значит, во-первых, я фразу начал во всех случаях плавно. Потому что я хочу, чтобы эти волторны вошли плавно. Ну, это понятно. То есть, сейчас мы говорим о середине фразы, да? То есть, после того, как фраза началась, каждая волторна начинает становиться громче с разной скоростью. То есть, фактически, какая-то волторна уже, например, снижается по динамике, а какая-то, наоборот, только достигает пика. Это позволяет добиться такого эффекта передачи динамики от одного инструмента к другому. Звучит это очень интересно. И, учитывая, что инструменты распределены также в стереопанораме, то это получается такое движение еще по стереопанораме. То есть, в данном случае я использую фактически максимально рассинхронизированный подход. Я стараюсь, чтобы тогда, когда один инструмент нарастает, другой инструмент фактически задухал. Может же быть и другой подход, который обычно используется в, например, каких-то подготовках к общей кульминации. Ну, например, вот здесь у меня одновременно с другими инструментами волторна начинает нарастать по динамике. То есть, у меня здесь одновременно идет билд, нарастающий такой ролл на перкуссионных инструментах, и одновременно волторна вместе с ними нарастает. Нет, наверное, здесь. Ну, в принципе, и там, и там, но здесь более выражено. Вот, то есть, два основных подхода – это синхронизация или рассинхронизация специальная, или другими словами, это можно назвать контрапунктная динамика с другими инструментами, а также, возможно, и смешанная самостоятельная динамика, когда мы в первую очередь ориентируемся на динамику каждого конкретного инструмента и стараемся сделать его звучание фактически красивым, то есть, чтобы фраза звучала интересно и красиво. Чтобы музыкант, ну, фактически, музыкант каждый раз, когда играет, он на самом деле старается свою фразу сыграть красиво. Вот, например, в конце я использовал такой подход, когда я вообще не ориентировался на взаимодействие этих динамик. И я каждую фразу из шести волторн настраивал фактически отдельно. Получилось так. Вот, в конечном итоге, в конце все инструменты затухают, все инструменты имеют стандартную, достаточно такую колоколообразную динамику, и поэтому звучание получается достаточно тоже стандартным. Ну, что касается завершения фразы, то для волторна, конечно, наиболее характерно плавное завершение фразы по динамике, то есть, когда динамика плавно, значит, уходит, да, плавное такое диминуэндо, и, на самом деле, я использую такой подход в большинстве случаев. Но иногда, вот как я говорил, в каких-то общих крещендо, когда это поддерживается другими инструментами, здесь я вот, ну, позволяю себе такое увеличение динамики в конце фразы. Вот в случаях же, когда инструменты рассинхронизированы по мелодии, например, такое, ну, нарастание, оно может звучать неестественно, потому что какой-то один инструмент внезапно где-то нарастает и потом обрывается. То есть, это звучание, ну, оно может быть такое нестандартное, может быть, для каких-то более современных таких произведений это будет интересный эффект, но обычно такой, ну, такой вариант в классике не используется. Вот еще один важный момент, что когда даже музыканты играют одновременно, они, ну, обычно практически никогда не заканчивают играть одновременно. То есть, вступить они еще могут одновременно, но закончить одновременно, особенно если нет указаний каких-то натянутых и так далее, обычно они так не делают. Поэтому в случае, когда фраза заканчивается по нотам фактически одновременно в нескольких инструментах, я стараюсь настроить, ну, или удлинить, или укоротить разные инструменты так, чтобы в конечном итоге каждый инструмент закончил игру немного в своем месте по времени, да, то есть, например, как здесь. Вот, иначе, соответственно, тоже возникает такой компьютерный эффект. Вот, ну, и последнее, наверное, что я хочу рассказать про динамику фраз, это фактически расположение крещенда, расположение кульминации, точнее, в этой фразе. То есть, ну, фактически, что такое кульминация? Это самая громкая точка фразы. Такая кульминация может быть, может ее не быть, потому что кульминация, например, может достигаться взаимодействием нескольких инструментов, как, например, здесь. То есть, здесь динамика фактически не меняется. Но за счет того, что добавляются новые инструменты, здесь в середине, где-то, да, одновременно сходится максимально громкое звучание всех инструментов. Поэтому мы слышим кульминацию. Вот, ну, другие фразы, например, могут иметь кульминацию, ну, вот, в собственной динамике. Например, как здесь. То есть, это фраза с ярко выраженной кульминацией. Вообще, значит, кульминация во фразе, конечно, зависит от мелодической линии. То есть, зависит от того, как по нотам это происходит. Обычно кульминация располагается на самой верхней ноте, как, например, здесь это сделано. И чаще всего кульминация располагается где-то ближе к второй трети. То есть, к концу второй трети. Где-то вот, если бы это была такая фраза, то эта кульминация была бы здесь. Но здесь, например, я расположил кульминацию по вот верхней, по самой верхней ноте. Здесь то же самое по верхней ноте. Вот здесь кульминация вообще находится в конце фразы. Но это связано с тем, что я фактически постепенно увеличиваю динамику и одновременно раздувая каждую длинную ноту. Поэтому здесь получается такая характерная форма наклоненной расчески. Вот. Почему здесь потом все обрывается? Потому что фактически эта мелодия передается на другой инструмент. Потому что музыкант не может играть долго мелодию, не вдыхая. А мне нужно здесь создать достаточно длинную мелодию. Поэтому, если прислушаться, например, в этом произведении слышно, что несмотря на то, что есть очень длинные какие-то мелодии, они переходят от одного инструмента к другому. То есть, например, слева направо, как-то по панораме. Вот здесь же наоборот, например, динамика фразы в целом имеет характер диминуэнда. Но, в общем-то, кульминация находится тоже на самом верхнем, на самом верхней ноте. Вот здесь кульминация находится ближе к второй-третью. Ну, здесь на самом ближе к середине. Здесь кульминация ближе к второй-третью. Вот вообще такой подход, когда нота где-то в середине фразы затухает, достаточно интересен. То есть, я его периодически использую. И он может давать такие достаточно мощные результаты. Например, как здесь. То есть, фактически нота почти исчезает. А вот здесь кульминация находится ближе к концу. Ну, это связано с мелодикой. То есть, в данном случае мне нужно просто было расположить кульминацию вот именно в этом мелодическом месте. Но, надо понимать, что обычно, если от кульминации до конца фразы расстояние меньше одной-третьей, то это может привести к такому характеру, когда музыканты торопятся. То есть, что они как будто фразу не доиграли. Потому что самое стандартное для фразы, в принципе, расположение кульминации в конце. Вот здесь слышен такой эффект. Вот, но на самом деле эта фраза как бы продолжается вот в следующую фразу, которая... Здесь её нет. Она, видимо, есть в другом инструменте. Наверное, вот в этом. Вот она фактически продолжается в эту фразу. И здесь своя кульминация. То есть, здесь мы видим фактически, что с помощью кульминации в разных инструментах создаётся, опять же, такой переход от одного инструмента к другому. То есть, в целом, вот такие стандартные подходы, они хороши, но в каких-то случаях их можно как-то смещать. То есть, если... Ну, конечно, в первую очередь надо ориентироваться на свой слух. То есть, как вы слышите, нормально это звучит или нет. Вот ещё интересная особенность фраз может быть, как мы хотим их исполнить. Легата или нон-легата. То есть, у меня используются в некоторых случаях, например, нон-легатные исполнения. Хотя, в основном, конечно, это легата, что более характерно вообще для Валторна и более стандартное звучание создаёт. Ну, вот здесь, например, используется много нон-легата. И здесь тоже нон-легата. И здесь тоже нон-легата. То есть, когда у нас, например, до этого был легата, потом переходим к нон-легата. То есть, это какое-то разнообразие, которое не даёт слушателю фактически почувствовать, что, а что это такое, вот одни и те же ноты, одни и те же динамики, одни и те же переходы. И в конечном итоге это получается просто, наверное, компьютерная какая-то запись, которая там просто повторяется, ацемплированная. То есть, ну вот такой эффект, который имеют многие современные компьютерные произведения, настроенные недостаточно качественно, его нужно избегать. Но при этом многие композиторы, на самом деле, углубляясь в это, приходят к тому, что у них постоянно происходят какие-то изменения, куча каких-то инструментов, постоянно что-то происходит, постоянно какие-то новые акценты, сдвиги какие-то постоянные происходят. То есть, ну, в целом это может быть интересно для музыки, но если изначально этого не планировалось, а это просто результат вот такого избегания машин-гана, то есть, избегания такого пулемётного компьютерного эффекта, то это может быть не всегда хорошо. То есть, нужно смотреть для конкретной стилистики, насколько вообще вам подходит вот такой вот полистилистический такой эффект, когда постоянно разные какие-то вносятся вот эффекты. Например, в этом произведении у меня в целом, ну, начальная часть достаточно такая стабильная, то есть, она достаточно легатная, а дальше я начинаю показывать разные возможности. То есть, я начинаю показывать здесь стакатные какие-то вещи, но он легатный, потом даже кусочек фру-латто тут есть, где-то вот здесь. Вот, бра-фру-латто. Бас, точнее. Здесь такое загрязнение звука. Вот, а здесь фру-латто. Вот, ну и вообще здесь видно, что я использую много передач между этими волторнами. Вот одна волторна играет, потом передаёт мелодию другой, потом возвращается мелодия к ней и так далее. То есть, такие передачи происходят несколько раз. Обычно во время передачи я какие-то ноты дублирую. То есть, например, видно, что... Видно, что, например, вот эта нота общая. То есть, она играется одновременно двумя инструментами. То есть, это такой стандартный подход при передаче, когда один инструмент фактически заканчивает играть и постепенно, может быть, даже немножко затухает. Даже если там не написано, например, у него диминуэнда, то он, ну, постепенно играет тише. Другой инструмент, наоборот, нарастает. Потому что он сейчас только первую ноту начинает играть. Ему нужно попасть в высоту, в интонацию. И обычно он, ну, резко не начинает. Если даже начинает резко, то, ну, не очень резко. Поэтому эти места, как раз, они и накладываются друг на друга и создают более ровную такую динамику. Вот, про легато я рассказал. Теперь поговорим немножко про стакката. Значит, ну, стакката это просто фактически короткие резкие ноты. И для того, чтобы они звучали более реалистично, нужно добиться того, чтобы каждая нота имела, во-первых, свой какой-то характер звучания. И, во-вторых, чтобы эти характеры звучания располагались в какой-то последовательности, которая соответствует натуральному реальному исполнению. Ну, например, в данном случае у меня чередуются более длинные стаккатные ноты с более короткими. То есть, это похоже на такой двойной язык, как бы, то есть, double tone. При этом динамика второй ноты у меня снижена. То есть, здесь у меня фактически используются вот два типа сэмплов. Один исполняемый там направленным в одну сторону языком, другой другим. И при этом идет некоторое нарастание. Нарастание идет и в миди-велосити, то есть, в атаке, и в, собственно, самой динамике. В одиннадцатом континьюс контроле. Вот здесь, кстати, пример начала фразы очень резко с максимальной фактически миди-велосити. Вот это бывает интересно. Вот в определенных случаях. То есть, в данном случае у меня такая тут синкопа. И я ее выделяю таким образом. Вот дальше у меня продолжаются такие же подходы, в принципе, здесь. То есть, тоже вторая нота короче и тише. Вот, а дальше в тех местах, где у меня ноты продублированы и, например, только две ноты есть, я ставлю большую динамику той ноте, которая находится на сильном времени. То есть, это подчеркивает просто сильное время, что для классического произведения более характерно. Если же это, например, может быть, будет какой-нибудь там джаз, возможно, в некоторых случаях можно подчеркнуть там слабое время, да? Ну, стандартный подход – это подчеркивание сильного времени, либо, если мелодия этого требует, это, может быть, подчеркивание слабого времени. Вот здесь более такой сложный вариант с повтором одних и тех же нот. Хотя, в принципе, там тоже было много повторов. То есть, у меня здесь используются тоже разные медиа-велосити и разная длина нот, для того, чтобы подчеркнуть различия между этими нотами, чтобы они не звучали как повторы одинаковых сэмплов. Вот здесь же вообще идет повтор одной и той же ноты. Вот здесь я, в принципе, не использую разную длину, потому что здесь достаточно эффекта медиа-велосити. То есть, медиа-велосити приводит к разному, к разной характеристике нарастания звука. И здесь я могу себе позволить фактически одинаковую длину, потому что мне это нужно в художественных целях. То есть, я хочу, чтобы музыкант здесь играл как компьютер, например. Но при этом, чтобы это звучало как музыкант. Вот, то есть, такой интересный эффект. С одной стороны, с помощью такой разной медиа-велосити я добиваюсь реалистичности звучания, и затем ставлю одинаковую длину нот, чтобы получить вот такое более синтезаторное звучание. В одном месте я увеличиваю длину, и это как раз вот такая горячая точка, которая, собственно, и добавляет реалистичности. То есть, получается, такое легато еще добавляется. Вообще, что касается скорости легатных переходов, то самый стандартный подход — это более короткие переходы для коротких нот и более длинных до длинных. Потому что, если, например, поставить длинный переход для короткой ноты, то этот переход не успеет случиться, и звучание будет нереалистичным. Например, вот сейчас звучит нормально. А если поставить короткий переход... Ну, здесь-то не очень показательно сейчас. Ну, вот здесь это заметно. То есть, если действительно динамику уменьшить в медивилосте... То есть, повторяется вот этот вот... Быстро повторяется сэмпл, фактически, или там модель с постепенным крещендом в начале звука. И это звучит не очень реалистично здесь. Так более реалистично. Вот здесь вообще вырожденный вариант. Повторяется одна и та же нота. Очень сложный вообще для исполнения на компьютере здесь. Поэтому у меня очень сильно меняется здесь медивилосте. И также у меня меняется и длительность нот. Так, ну, самое интересное я рассказал. Остальное вы можете посмотреть сами в MIDI-файле. Теперь поговорим о перкуссии. Значит, сначала литавры. Здесь литавр у меня... Так, мы начнем с литавр. Вообще, перкуссию, так же, как и все остальные инструменты, желательно прослушивать сольно. То есть, убеждаться в том, что действительно инструмент хорошо звучит, прежде чем уже проверять фактически звучание общего микса. Потому что есть какие-то нюансы, которые, например, можно в миксе не услышать. Но в конечном итоге при прослушивании на определенных каких-то колонках, на определенных там каких-то мониторах или в определенных условиях это может вылезти. То есть, создать какой-то непонятный акцент. Например, в данном случае можно говорить о том, что роллы, так же, как и в большинстве библиотек, здесь являются длинными сэмплами с возможностью их релиза. То есть, соответственно, вот, например, ролл. Если он звучит полностью, то звучание будет таким. Вот. То есть, он сейчас прозвучал полностью. Но здесь я остановил проигрывание, в принципе. То есть, поэтому прозвучал, на самом деле, такой некий релиз. Но если ролл короче, и, например, мы заканчиваем его там, где, по идее, начинается уже удар какой-то следующий. То здесь получается такое, как бы, необычное, непонятно по какой причине, такое резкое глушение, которое, в принципе, не свойственно, на самом деле, при исполнении вот таких роллов на литаврах. По крайней мере, если это та же нота, на которой, собственно говоря, у нас следующий удар происходит, то нелогично, почему эта нота продолжает звучать, а ролл, значит, уже не звучит. То есть, обо всем этом, конечно, слушатель не думает, но по звучанию слышно, что что-то не так. И есть этому объяснение. То есть, если подумать, то действительно, как бы, логической причины нет для этого. Вот. Поэтому, да, поэтому желательно прослушивать вот треки отдельных инструментов. Сначала убеждаться, что они звучат адекватно, и потом уже слушать в миксе. Значит, что у меня тут использовано? Вообще, в этой библиотеке есть два набора хитов, фактически, то есть ударов по литаврам. Это обычные удары, которые уже имеют раунд-дробин, и удары с двойной картой. То есть, здесь фактически раунд-дробин представляет собой левый и правый удары. Если я говорил, что в этой библиотеке, например, больше раунд-дробинов, чем в Est-Vest Quantum Leap Symphonic Orchestra, в которой фактически раунд-дробинов на перкуссии вообще нет, то, например, для литавра это не так. То есть, для литавра здесь записаны только левые и правые удары. Ну, конечно, они имеют динамические какие-то уровни, но только левый и правый удар без раунд-дробинов. То есть, это, на самом деле, серьезное отличие от современных библиотек, где, ну, например, Orchestral Tools, The Timpani и другие библиотеки, где и левый, и правый удары имеют кучу раунд-дробинов. С другой стороны, здесь, в этой библиотеке, например, малый барабан, он имеет много раунд-дробинов и на левый, и на правый удар. То есть, для каких-то инструментов здесь такие улучшения сделаны, для каких-то нет. Вот, ну, так или иначе, здесь есть два метода выбора вот таких, так называемых, раунд-дробинов, а на самом деле левых и правых ударов. То есть, либо можно загрузить Hits Dual Map и здесь отдельно триггерить левый и правый удар. Вот они. Либо использовать достаточно удобный подход, когда на одной ноте, вот я сейчас могу отключить все сэмплы, когда на одной ноте находятся и левые, и правые удары. И они срабатывают как раунд-дробин. То есть, видно, что здесь второй удар занял определенное место в памяти. Это значит, что это раунд-дробин. Ну, следующий удар уже место не займет. Вот, что касается роллов, вот в этом совмещенном инструменте здесь только роллы полторы секунды. Есть также роллы более длинные и вообще разные формы этих роллов. Около шести таких вариантов в отдельном инструменте. Ну, то есть, нужно понимать, что вот в этой библиотеке есть такие ограниченные патчи, в которых не все будут артикуляции, которые на самом деле в этой библиотеке возможны. Для того, чтобы получить все возможности, надо изучить, какие вообще здесь вот такие артикуляционные патчи есть. В данном случае я использую один патч и роллы, и удары из этого патча. И вначале я использую кисвич, который выбирает длинные удары. То есть, им можно, допустим, поставить короткие удары, и все тогда удары политавром будут заглушенные. Вот. А если длинные, то, соответственно, глушения нет. Но можно глушить их вот таким укорачиванием ноты, хотя это глушение на самом деле звучит не очень натурально. Ну а дальше, собственно говоря, используются разные удары по разным нотам с разными роллами. Вот в данном случае срабатывает раунд-робин на повторяющихся нотах. Поскольку у меня больше двух нот не повторяется, то здесь никаких проблем, опасностей с механистичностью нет. Вот. Правда, вот, например, в таких случаях здесь раунд-робин как раз приводит к тому, что здесь исполняется тот же, ну, та же нота, то есть фактически тот же сэмпл, что и здесь. Вот. Это на самом деле не очень хорошо. И это является минусом вот такого варианта, когда мы используем левый-правый как раунд-робин. Потому что здесь невозможно, получается, например, как я обычно делаю, выделить все ноты определенные и затем отправить их в разные, ну, на разные, как бы, в разные руки, да, то есть выделить определенные ноты, выбрать только каждую вторую и, например, отправить их в другую руку. Ну, как это обычно делается. Вот. Такой возможности здесь нет. Это, в принципе, небольшой минус, но он легко решается, если это действительно необходимо, переходом на другой патч, в котором маппинг идет на разные руки. Но вообще на самом деле, то есть ситуация это не совсем естественная. То есть в норме должно быть больше двух раунд-робинов и вообще-то должно быть их побольше, конечно, как в других современных библиотеках. И там уже, в принципе, рука, ну, левая или правая, это действительно вопрос настройки. То есть одно дело раунд-робин, если мы действительно хотим играть одной рукой, другое дело другой рукой играть. Вот. Ну, потому что звук немного разный в этих случаях. Вот. Ну, дальше, соответственно, идет такое более активное место. Поскольку здесь очень много ударов повторяющихся, они все имеют разные велости для того, чтобы преодолеть, собственно говоря, вот эту вот, вот эту проблему раунд-робин. То есть разные велости, соответственно, триггерят разные динамические уровни. Ну, и вообще звучит более реалистично. То есть музыкант как бы с разной силы ударяет по литавам. Вот часто задают вопрос, как вообще выбрать велости, то есть к какому, собственно говоря, сэмплу присвоить больше велости, к какому меньше. Многие вообще используют рандомизацию. Но в таких случаях я вообще не рекомендую использовать рандомизацию, потому что, ну, то есть это можно сделать, можно добавить рандомизацию, но, собственно, основные акценты, они должны как-то соблюдаться. То есть нужно понимать, на какие ноты конкретно мы хотим расставить акценты. После этого мы можем остальные ноты снизить по динамике фактически или, наоборот, поднять по динамике те ноты, на которых нужны акценты. Ну, и затем какие-то нюансы. То есть, в принципе, я здесь использую на самом деле вот три таких основных уровня. То есть это вот средний уровень, тихий уровень для таких фаршлагов и громкий уровень для таких выделенных нот. Вот, выделенные ноты у меня в основном на сильную долю идут здесь. Вот. Средние, ну, это средние, то есть здесь ничего такого особенного. И вот фаршлаги, это, соответственно, те ноты, которые идут, ну, вот, как сказать, двойками, да, то есть это ноты, которые идут перед основной нотой. Вот. То есть, ну, здесь вот такой основной подход используется. Вот такие же подходы по, значит, распределению динамических уровней в ударах я использую, в принципе, во всей перкуссии в этом треке. И вот, например, малый барабан здесь тоже самое. То есть какие-то, значит, есть такие фаршлаги, есть ноты выделенные, то есть которые должны торчать. Вот. И есть ноты средние. Вот. Значит, что касается малого барабана, здесь я использую два патча. Это, во-первых, патч сольного барабана. Сначала играет сольный барабан. Обратите внимание, что здесь идет постепенное нарастание громкости, но при этом сохраняется распределение вот этих динамических уровней. То есть сохраняется вот как бы тихий удар, громкий удар, но постепенно и тихий, и громкий удар, они оба становятся громче. Вот. Это позволяет сохранить вот как бы паттерн и его, ну, его постепенно сделать громче. С другой стороны, то есть при снижении громкости мы должны вот это вот расстояние делать меньше, потому что иначе будет эффект такого фейдаута или фейдына, да. То есть потому что на самом деле при тихой игре сложно сильно разграничивать динамические уровни. и на самом деле при тихой игре происходит некая такая компрессия. То есть все уровни, они становятся ближе друг к другу. Вот. Ну, в принципе, здесь так и сделано. Вот здесь я использую форшлаги, драги. И в данном случае вот библиотека мне на самом деле очень нравится тем, что в ней есть не только одиночные такие фламы. Сейчас найдем, где она. Вот одиночные фламы, но также есть и такие драги с ударом потом. И при этом достаточно длинные. То есть трех разных длительностей фактически такие вот есть. Форшлаги. Даже четырех. Да, и при этом раундроби еще есть. Вот. Ну, это достаточно такая сильная сторона библиотеки. Хотя на самом деле, то есть с другой стороны, вот такой записанный, записанная такая артикуляция, состоящая из нескольких ударов, она в целом в миксе не сильно отличается вот от такой комбинации. То есть это просто несколько ударов, выполненных отдельно. Ну вот, послушайте. Вот. 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 Нет, ну то есть здесь, конечно, разница есть, потому что просто динамические уровни по-другому выстроены. Ну а здесь, получается, разницы почти нет. То есть, ну конечно, конечно, какая-то разница есть. То есть вот чувствуется, что это отдельные удары фактически. Вот. Что, ну может быть, они не так занижены. Да, то есть, может быть, вы проведете больше времени с настройкой вот динамических уровней. Ну вот. То есть, в целом, на самом деле, в большинстве библиотек можно использовать вот такие артикуляции, где мы с помощью одиночных ударов эмулируем вот такие драги, фламы. Но, конечно, когда такие артикуляции есть, то это плюс, потому что здесь ну записана реальная реакция барабана на двойной удар. Вот. При этом, собственно, хвост одинаковый там, единый там и так далее. То есть, на самом деле, преимуществ здесь много. Отличия по звуку не такие большие, но в конечном итоге звучание становится более реалистичным. Вот я специально оставил оба варианта здесь. Вот, соответственно, у меня сначала используются вот такие одиночные барабаны, которые постепенно тоже нарастают к концу. Потом используется такой удар по ребру и затем переходит все на групповые барабаны. То есть, это четыре малых барабана, которые одновременно играют. Вот здесь, опять же, длинный релиз. То есть, релиз возникает только тогда, когда уже заканчивается звучание этого ролла полностью, несмотря на то, что здесь он, фактически, музыкант перестает играть, да. Вот. И этот ролл, как обычно, синхронизирован со следующим ударом. Ну, то есть, на самом деле, разные варианты возможны. То есть, для того, чтобы повысить реалистичность, здесь можно использовать разные схемы. С выделением там слабой доли, например, как здесь. Вот. С выделением только первой доли, что более характерно для триоли, такое триольное звучание. Вот. В конце опять идет переход на сольный барабан. Вот здесь я использую разные длительности вот этих. О, здесь дублирование, кстати. Дублирование, эта штука такая. Нужно ее избегать. Вот. Для того, чтобы понять, есть ли вообще у вас какие-то пересечения или дублирования, можно сначала удалить оверлапы. И если оверлапы есть, то затем можно посмотреть, где эти вообще оверлапы есть, что там удалилось. и, ну, можно сразу удалить, например, двойки. Вот. То есть, просто иногда, если удалить сначала пересечение, то для случая двоек это может привести к двум нотам. Одной ноты с нулевой длиной и следующей ноты уже с длиной нормальной. То есть, такая проблема может быть. Вот. Как я выбираю, мне нужен длинный такой вот драк или короткий. То есть, это зависит именно от музыки, от характера звучания. И в данном случае я делаю длинный драк там, где есть место перед этим барабаном, потому что фактически музыканту обычно нужно подготовиться к такому длинному драку. Ему нужно поставить удобно руки и так далее. Когда же места мало и времени мало, то есть, фактически, более реалистично звучит такой короткий драк. То есть, фактически фламм на самом деле уже такой короткий. Так, теперь посмотрим бас-барабан. Если говорить о бас-барабане, то здесь видно, что есть раунд-робин. То есть, два раунд-робина фактически и при этом еще две руки. Вот. То есть, в принципе, здесь ситуация лучше, чем в литаврах. вот здесь я использую такие двойные удары, которые сделаны с помощью фактически вот просто нод рядом стоящих и при этом опять же вот этот форшлаг, то есть, удар затактовый и он становится тише. То есть, это такой стандартный подход. Вот. Ну и здесь, в принципе, есть разные удары. Это удары такие двойные уже с двойкой. но на тихой динамике это почти не слышно. Вот. И за счет вариации фактически типов ударов получается такая более живая, более такой живой грув. Потому что, если все это разместить на одном месте, то есть, один тип ударов по одному и тому же месту на барабане, то получается довольно на самом деле такое механистическое звучание, которого следует избегать обычно, потому что оно очень похоже на некачественный продукт. То есть, это уже такой стереотип сложился. вот здесь же есть роллы. Вот слышно, что в некоторых случаях звучат два удара. Ну и конечно большое разнообразие собственно говоря вообще меди-велосити приводит к более реалистичному звучанию. К сожалению, в этой библиотеке я не нашел конкретного описания каждого удара, то есть, что за собственно говоря что означает этот удар, что означает этот, то здесь приходится догадываться, это в принципе не очень удобно, но на слух, как бы при работе на слух этого достаточно. Теперь по поводу тарелок. То есть, здесь на самом деле тарелки выполняют такую двойную функцию. Во-первых, это создание определенных акцентов, как здесь, например. Такая ритмическая функция. Причем здесь используются двойные удары тоже тарелок и они кстати немножко перетянуты налево, чтобы совпадать по ритму. При этом заглушенный еще вариант, то есть, здесь заглушенные и не заглушенные такие фламы как бы на тарелках. И кроме того, есть тарелки подвешенные, то есть, которые можно ну, фактически роллами создавать такой плавный звук нарастающий. Вот. Причем тарелки здесь есть разные. Вот здесь вот у меня совмещено три таких нарастающих крещендо и также есть очень длинный такой сэмпл на китайской тарелке China, которая тоже вот так вот роллом на ней играют. Сейчас уже начинает звучит China только То есть, у нее такая сложная форма крещендо диминуэндо там несколько раз. Затем тоже здесь крещендо диминуэндо фактически созданное обычным крещендо таким роллом и так далее. Что интересно? Интересно, что на самом деле обычно вот такие вот крещендо они современными композиторами достаточно жестко синхронизируются с собственно с кульминацией. То есть, когда собственно говоря тарелка доходит до своего максимума и происходит кульминация. Но это на самом деле не всегда необходимо. То есть, можно делать и по-другому. И в данном случае как раз в этом треке показываю, что вот такая кульминация она может приходиться на место например до общей кульминации собственно говоря в миксе. Ну, потому что после там в принципе особенно слышен не будет. А вот до звучание получается таким достаточно интересным. Например, вот здесь такое небольшое совсем опережение, а здесь опережение уже побольше будет. Здесь уже опережение фактически на целый такт получается. Здесь в конце я использую другой тип удара, то есть здесь был такой более открытый. и затем он совмещается с таким звоном тарелки еще длинным. Вот, то есть и это все вместе приводит к такому эффекту затухания как бы, то есть как будто вот этот ритм который был, да, он постепенно как бы разлагается и остается за ним какой-то трейл такой. Так, ну вот самое интересное я рассказал теперь по поводу реверберации. Здесь для каждой библиотеки используется свой ревербератор. Для Valthorna используется 2C Ether с настройками Medium Hall с измененным немножко миксом. Вот. Для... Ну и соответственно конечно встроена еще в собственно Valthorna такая небольшая вот реверберация которая создает Early Reflections то есть ранние отражения звуковые. Для перкуссии здесь не используется никаких эффектов здесь используют 2 микрофона. стейдж микрофон и фар микрофон дальний они используются в одинаковой динамике то есть громкость у них одинаковая вот и оба они подаются на один выход то есть никаких здесь сложностей не создается. В конечном итоге все это лимитируется фаб-фильтром и в принципе в самых худших случаях он немножко поджимает сигнал так вот такие места оверсэмплинг и минус 2 выход вот на самом деле слышно что немножко потрескивает то есть это надо понизить наверное будет уровень так мы по поводу темпа то есть вообще темп был изначально ровный и затем я его замедлял в каких-то местах для того чтобы создать такой эффект ну расстановки то есть фактически такой некой вокальной расстановки в основном это паузы между фразами и также некоторые фразы я слегка замедлил причем так неравномерно чтобы фактически не было такого ощущения постоянной постоянного какого-то движения в одном темпе вот здесь тоже замедление завершая обзор можно сделать вывод что вот эти валторные сэмпл моделинг на самом деле на мой взгляд наверное наиболее реалистичные инструменты валторные из всех что я видел на рынке сейчас и несмотря на то что они не содержат вот таких ансамблевых патчей у них в принципе есть очень хорошие такие приспособления то есть готовые наборы инструментов которые могут эмулировать 4 валторные ну а две другие в принципе тоже можно сделать если не давать им те же самые точные ноты они могут тоже звучать значит ну те же валторные фактически но другими нотами вот что касается перкуссии то здесь такое впечатление однозначно то есть с одной стороны на самом деле у этой библиотеки true strike возможностей конечно не так много и гораздо меньше раундробинов и значит нету там каких-то небольших там функций которые сейчас популярны да то есть например какое-то глушение с помощью релиза глушение именно вот литавр например но в то же время на самом деле то есть вот для таких больших миксов где большое количество инструментов используется ну такие нюансы в принципе они не критичны обычно то есть ну конечно желательно чтобы была возможность вот как-то показать инструмент полностью и в каких-то тихих местах это может сыграть свою роль но в целом для создания атмосферы этой билетеки достаточно то есть для каких-то треков кинематографических она очень неплохая и ну в общем-то гораздо лучше на самом деле чем симфоник оркестра в которой вообще раундробинов нет в то же время надо понимать что в общем-то и симфоник оркестра достаточно в определенных случаях потому что там есть левый и правый удар которые уже достаточны плюс еще различные уровни динамические то есть фактически например настройка малого барабана в симфоник оркестра получает такие же проблемы как настройка летавр в трустрайке потому что ни там ни там нет раундробинов но есть левый и правый удар который надо просто наловчиться использовать для снижения механистичности плюс динамические уровни вот поэтому для простых задач для задач с большим количеством инструментов эти библиотеки ну эта библиотека трустрайк она может вполне подойти на этом все подписывайтесь и ожидайте следующих видео